всем привет с вами дайвинг без границ мы продолжаем нашу серию видео о жизни в шарме и в первой части мы сегодня расскажем о работе в шарм-эль-Шейхе связанной с дайвингом а во второй части мы снимем попозже также расскажем о работе которая не связана с дайвингом остальных работах которые здесь возможны итак работа в дайвинге вы наверно уже знаете что дайвинг сейчас испытывают далеко не лучшие времена и больших заработков как раньше в дайвинге сейчас нет поэтому приехать на курорт устроиться работать инструктором в какой-нибудь дайвинг-центр при этом материально обеспечивать свою семью у вас скорее всего не получится хотя это не факт и есть конечно же исключение но тем не менее если вы собираетесь приехать и работать на кого-то наемным работникам рассчитывайте что доходы ваши будут весьма невысокими но тем не менее да если вы все таки полны решимости и возможно у вас есть какой-то пассивный доход и есть конечно желание сюда приехать то с чего следует начать первое вам надо стать инструктором если вы еще не инструктор а как стать инструктором лучше всего стать инструктором если вы рассчитываете работать в шарм-эль-шехи то здесь и пройти курс инструкторский причем в том дайв-центре где вы собираетесь работать так вы можете зарекомендовать себя и в принципе найти себе работодателя для чего это нужно делать дело в том что по закону египта для иностранцев вы не можете здесь работать работать имеется ввиду сфере дайвинга имея квалификацию ниже чем инструктор вот и в связи с этим наверное может стоит об этом задуматься еще на этапе прохождения курса дайв-мастера то есть это вот как раз самое оптимальное да он по времени достаточно длинный и у вас будет возможность познакомиться с теми условиями условиями в которых вы будете работать да вы еще изучите все местные дайв-сайты то есть принципе после такого курса вы уже будете работником которого интересно взять на работу то есть вас не надо будет учить вам не надо будет показывать потому что приезжий инструктор на новом месте он ничего не знает он первый месяц как минимум будет изучать локации на то есть толку от него мало то есть как вам следует поступить выбирайте большой крупный хороший дайв-центр желательно интернациональный в котором будет большой поток ну когда он будет вот и прям вот сразу с порога говорите что вот я хочу обучиться так чтобы уметь работать да то есть я не хочу таскать баллоны уметь это я и так умею да я хочу именно обучиться работать то есть вам пусть вам расскажут всю внутреннюю кухню на весь документ оборот то есть все 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 что касается дайвинга и тогда вы уже будете иметь ценности как работник ну этого конечно же мало так как здесь таких работников и местных полно вот ваше преимущество должно быть значительным в чем вы можете превосходить это знание иностранных языков то есть ваш родной язык это конечно плюс но небольшой плюс как минимум вам нужно знать еще английский но ведь и виду да что местные английским владеть будут гораздо лучше чем вы поэтому как бы упор на один английский для делать не стоит да если вы изучите еще какой-нибудь язык например немецкий или китайский вот тогда у вас будут очень большие плюсы ну любой еще дополнительный испанский французский итальянский не надо итальянская и надо тут их очень много итальянцев и они скорее нырять будут со своими соотечественными то есть знание нескольких иностранных языков это то чем вы можете выделяться в выгодную сторону от местных претендентов в перспективе это наверное китайский китайский сейчас везде в перспективе вот дальше чем своими знаниями то есть надо понимать что все таки образование которое мы имеем то есть страны бывшего снг она принципе лучше чем местное образование и наша склонность там к точным наукам она как правило дает преимущество потому что дайвинг это все достаточно оперирование точными науками физикой математикой да химии биологии они какими-то философскими местные хорошо владеют там языками например да у них хорошо получается болтать но с точными науками у них проблемы а в дайвинге в принципе вот это важно то есть да в продажах наверное вам их не переплюнуть а вот конкретно что касается точных наук а самое главное умение объяснить это да то что то чем вы владеете донести это простыми методами сложными методами вот это вот возможно будет ваш конек но и непосредственно ваша харизма да то есть вас ваш может быть кругозор то есть ваша как личность вы возможно будете интересно даже ваша ментальность на это стоит делать ставку стиль поведения потому что стиль поведения местных он зачастую многих просто раздражает у нас немножко разные ментальности то что для местных считается хорошо наши воспринимают как бы не очень хорошо ну давайте так то есть местные местным рознь но мы имеем ввиду что те люди которые приезжают сюда на заработки да это далеко не высоко образованные люди чтобы понимали то есть по ним нельзя судить его всему египту то есть это вот те кто приехал чисто вот заработать бабла да то есть нет таких высокий цели что а вот я люблю море дайвинг и такое то есть вот здесь вы можете выгодно выделяться но это мы про египте но это мы до отклонились немножко тем и так вы определились что вы хотите переехать к морю хотите жить египте и работать в дайвинге с чего вам стоит начать да то есть как мы уже сказали то что найти себе клуб в котором вы обучитесь да и налаживать начинать контакты будьте готовы к тому что вам потребуется заплатить определенную сумму чтобы получить рабочее разрешение виза для иностранца стоит порядка 1700 долларов в год и естественно ни один работодатель за вас и эти деньги не заплатят потому что если вы проработаете несколько лет может быть вам будут оплачивать половину стоимость да раньше были такие дайв-центры но скорее всего эти времена ушли да сейчас вы готовьтесь предоставить такую сумму денег потом вам надо будет начать оформление документов оно длится достаточно долго полное оформление но вам достаточно получить а вам надо еще будет сдать экзамен в местной комиссии по контролю за дайвингом да неважно какой у вас там уровень сертификации там инструктор инструктор-тренер там бог не знаю абсолютно никого не волнует будете сдавать старый дайв-мастерский экзамен да с со странными вопросами порой там устаревшими данными но там в принципе ничего сложного ничего сложного но знаете там с какой стороны должен человек если его тошнит находиться на борту вот такие вот там умные вопросы вот сдали экзамен получили одобрение бумагу то что вы профессионал с точки зрения местных и подали ваш работодатель подал документы в министерство туризма и вы получили бумажку зеленой печати все с этого момента вы официально уже можете работать у вас еще нет штампа с рабочей визы в паспорте но у вас написан номер и вот эта бумажка зеленой печати вам дает право уже работать то есть как бы идет оформление документов у вас уже признали потом когда-нибудь вы получите эту печать как правило ее ставят ну не знаю самое раннее то что получал это было два месяца бывало и полгода бывало то что уже и срок проходит то есть печать как бы вы оплачиваете на год но вам ставит раз в полгода продляют вашу визу да то есть один раз заплатили и один то есть получили два штампа но это детали да это детали факт то что иногда уже ваши полгода кончились а вы первый штамп до сих пор еще и не получили вам надо уже новую оформлять новую как бы заново подавать часть документов и получать новые там номера вот ну ладно все получили начали работать до чтобы начать работать у вас должно быть сна и снаряжение работать на прокатном снаряжении ну как минимум странно и к вам сразу отнесутся чего своего снаряжения нет то работодатель к вам будет относиться но не очень хорошо то еще за профессионал без своего снаряжения и следующий пункт это будет наверное сухой костюм не надейтесь на то что здесь шар мальше и жара и так далее то есть буквально на вторую на третью зиму у вас начнутся проблемы со здоровьем реально и ну наверное видели на то здесь инструктора в мокриках зимой не ныряют то есть как вы не будьте готовы еще выложить около штуки евро на сухарь на хороший полгода мы работаем сухих костюмах это минимум вот что еще вам понадобится ну да вам надо понимать примерно сколько вы будете получать да то есть средний заработок инструктора это 30 евро в день за рабочий день вам будут платить только за те дни которые вы будете работать непосредственно нет работы высокий сезон вы можете пахать целый месяц без выходных а когда нет работы вы можете сидеть целый месяц без работы да то есть все зависит от спроса на вас как на инструктора да как на гида плюс да естественно есть еще какие-то комиссии за проведенные курсы там за за продажу за продажи грубо говоря вот и все это тоже составит какую-то сумму но я думаю что сейчас рассчитывать на сумму больше чем в 800 евро в месяц ну наверное недальновидно будет я бы так сказал вот это если вы работаете наемным работником если же вы работаете наемным работником у вас есть еще и свои клиенты то тут вы можете договориться с дайв-центром о комиссиях которые будут платить вам за ваших клиентов плюс вы сами себя обеспечиваете клиент клиентами да у вас работы больше плюс я думаю что вы догадаетесь как еще заработать при этом до платят дайв-центр минимум на на курсах на тех же вот но вот тут заработки уже могут быть немножечко получше но опять же сравнивайте стоит ли она того следующее о чем хотелось бы поговорить это если вы надеетесь найти здесь работу в качестве видеографа либо фотографа то есть тут можно сказать что это ниша практически полностью занята местными и для этого не нужна какая-то особая квалификация то есть фотографы уровня national geographic здесь абсолютно не нужны никому тем более сейчас наверно практически каждый имеет какую-нибудь мыльницу на которую он под водой снимает себя и все вокруг да то есть эти заработки уже ушли наверное если раньше да и даже во время там пробных погружений это достаточно пользовалась спросом но сейчас наверно сейчас все ныряют с гу-упро и сами себя снимают конечно но тем не менее да то есть если вы хороший инструктор да и делаете хорошие фотографии вы вполне можете во время гайдинга делая фотографии своих клиентов можете их продавать если у вас действительно есть что продавать может вы фильмы умеете какие-то интересные вот это еще можно попробовать ну и самое главное прежде чем приехать подрассчитайте свои возможности поймите что вам на начальном этапе понадобятся средства да средства на визу средства на жилье то есть вам придется снять жилье вам надо будет оплачивать еду это все определенные расходы на что сравнению например с другими то есть как вот аниматоры здесь живут то есть имейте ввиду вам жилье питание здесь никто предоставлять не будет да то есть живете за свой счет так чтобы не было такого что вы постите в интернете красивые фоточки там на пляже и всевозможных там около бассейна при этом блин едите один рис и для для фото берете еду у своих знакомых чтобы сфотографировать там какие-то фрукты что ну реально жизнь она тут очень непростая и для того чтобы здесь нормально жить вам поначалу придется потратить и финансы и какие-то усилия приложить чтобы здесь обосноваться и чтобы вы обеспечили себя работой чтобы вас ценили здесь что вам платили деньги еще один принципе неплохой вид заработка в дайвинге в египте это может быть заработок в виде гида на сафари но к сожалению шарме эта тема не очень развита да то здесь наверное скорее стоит поехать фургаду да там больше сафари ботов там есть возможность найти работу в качестве гида на сафари но берут только людей с большим опытом со знаниями языков и опять же те флоты да те лодки где есть в первую очередь клиенты из стран бывшего снг то есть русскоговорящие то есть в любом случае вы будете как бы выгодным приобретением в качестве гида только из-за того что у вас есть родной русский язык да и ну здесь как бы на чем можно немножко сэкономить на том что в принципе проведя неделю на лодке питаетесь на корабле но имейте ввиду что эта работа она достаточно тяжелая то есть в среднем у вас получится по три-четыре дайва в день и отказаться от них вы уже не сможете да то есть это не как обычно вы поехали на сафари недельку отныряли и все высокий сезон у вас может быть подряд ну три-четыре недели да то есть имейте ввиду что не так просто и кроме того вам еще придется решать все вопросы клиентов на борту да потому что в первую очередь будут подходить к вам там поменять просто у нас закончилась мыло у нас течет унитаз то есть бытовые вопросы вы также решаете поэтому работа на сафари это работа 24 на 7 но в плане заработка это в принципе достаточно неплохо оплата там лучше то есть за сафари платят больше плюс вы имеете чаевые от клиентов которые с вами ходят но это зависит от того ваша работа понравилось или нет будут чаевые от этого ну гидом почти всегда оставляют чаевые это принято просто ну как бы так есть что еще купите ракушку итак резюме чтобы работать в египте первое если вы еще не инструктор обучиться на уровень дайв мастера и на инструктора видите пройти нормальные курсы заранее наладить контакт с работодателем не приезжать просто так на шару знать несколько иностранных языков иметь свое снаряжение быть готовым к финансовым тратам и мы точно хотим сюда поехать а теперь подумайте вы сюда хотите вот то что сзади это перевешивает то что я рассказал если перевешивает до вперед собирает все равно да то есть если это действительно то чего вы хотите в жизни пробуйте всегда дерзайте ну это равно свою работу для фанатов и для тех кто хочет посмотреть мир вот следующих видео в следующем ролике вернее мы вам расскажем про другие работы которые возможны здесь найти в шарм-эль-шейхе ну ну скажем так способы заработка да что это низко не совсем будет вот работа от а до я до скорее всего как можно заработать как можно заработать извините пожалуйста нас перебил вот а поэтому мы с вами прощаемся до новых встреч подписывайтесь на наш канал комментируйте на если есть какие то вопросы пишите конечно в комментариях будем стараться отвечать пока всем пока спасибо